Спорт, творчество, интеллект. Все это всероссийские соревнования школьников, президентские состязания во Всероссийском детском центре смена. Сегодня проходят финалы теоретического конкурса среди городских и сельских классов команд. В основном конкурсы на общую сообразительность, на слаженность работы, насколько капитан правильно распределяет свои силы, свои команды. Нас интересует спорт в России в основном. Ну и вообще спорт, что касается спорта, ну не только. Спорт это не только физическая нагрузка, но еще и силы духа, насколько ты силен, насколько ты вынослив, насколько ты можешь не только физически работать, но и умственно заставить свой мозг работать. В решающей игре за звание самоинтеллектуальной команды борются шесть сельских классов команд. Из республик Башкортостан и Дагестан, Красноярского и Алтайского краев, Томской и Иркутской областей. В каждой по восемь человек. Финал состоит из семи конкурсов. Участников оценивает компетентное жюри. Первый конкурс – домашнее задание, в котором ребята рассказывают о своей команде и достижениях в спорте. В школе постоянно проходят акции «Издоровье месячники». У нас же спортивный месячник, ребят. Ну как у наших там результатов? Ничего не слышишь? Никита Собоев, вообще молодцы, кросс без нас в этой игре. Второй конкурс – кроссворд наоборот. В этом испытании слова уже угаданы, а мальчишкам и девчонкам необходимо дать правильные определения. В конкурсе «Ерудит» из двух фразы из произведения Пьера де Кубертена «О да спорту» необходимо как можно больше составить слов, связанные с темой спорта. Отдельное испытание проходят капитаны команд. Их задача – назвать вид спорта на последнюю букву слова, который сказал предыдущий соперник. Если в течение 15 секунд ответа нет, то капитан выбывает из конкурса. А при спорте? Тойни, ровко. Трак. В пятом конкурсе под названием «Спортивная скульптура» каждая команда по очереди изображает какой-то вид спорта. Другим командам по замерзшей скульптуре необходимо угадать, что это за вид спорта и придумать оригинальное название. «Спортивная скульптуре» «Скорость наша еще, а вид спорта…» «Все время ходило спорт» «Мы решили, что это мотоспорт, а название нас недорогое». В спортивных «почемучках» капитаны задают вопросы о спорте другим командам. Каждый вопрос начинается со слова «почему». Например, почему сумоисты выступают без верхней одежды? Или почему подготовка спортсменов к соревнованиям делится на три цикла? Правильные ответы участники записывают на специальных бланках и сдают жюри. Седьмой конкурс «Россия в лицах» посвящен выдающимся людям нашей страны. Задача команд – назвать должность человека, его достижения и каким видом спорта занимается или увлекался. Лев Толстой В финале теоретического конкурса среди городских классов команд играют школьники из шести регионов. Республики Саха-Якутия, Краснодарского края, города Москвы, Иркутской, Тульской и Мурманской областей. В каждой по 16 человек. Городские классы команды также проходят семь конкурсов. Первое испытание – домашние задания «Мы и спорт». Мы вам представим свое поколение – команда столицы Великой России. Это, поверьте, конечно же, счастье. Всею командой к победе стремиться, чтобы в состязаниях принять нам участие и непременно успехов добиться. По итогам победителями теоретического конкурса президентских состязаний 2017 года среди сельских классов команд суммой 131 балл стала Иркутская область. Немаловажную роль в победе команды сыграла капитан Полина Потапова. Девушка выиграла конкурс капитанов и принесла команде 6 баллов. За счет поддержки наших тренеров это все они нам дали. Я считаю, что это очень важно, потому что человек должен развиваться не только в физическом плане, но и в умственном, в интеллектуальном, чтобы было гармоничное развитие. Лучшими среди городских классов команд стали ребята из Тульской области. Их результат в финале – 146 баллов. Впечатления просто нереальные. Мы очень довольны результатами, которые мы показали сегодня. Честно говоря, мы ожидали чего-то более сложного, но нам понравилось, было интересно, было познавательно. Мы показали все свои знания, которые могли показать. Я считаю, что это важно, потому что спортсмен, во-первых, должен представлять свой регион, он должен знать своих спортсменов, он должен знать достижения своей страны на международной арене, на Олимпийских играх. Это же спорт. Конечно же, мы должны знать наших спортсменов, их достижения и гордиться ими. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!